Здравствуйте! Можете посмотреть мой канал и убедиться, что я вообще-то обычно не занимаюсь обзорами фильмов и прочего. Но сегодня я сходил на ночной сеанс время первых. Пошел на время первых. Полный, блин, зал. В кавычках, конечно же. И это просто недопустимо. Понимаете, у нас выходит много всяких фильмов. Ну, там, Большая Ржака 2, Самый Лучший Фильм 3, и они собирают кассу, там, полные залы. А тут время первых. Это реально шикарный отечественный фильм и пустой зал. Я не понимаю, как так можно. Это действительно недопустимо. Часть там кинокритиков говорят, первая половина фильма скучная, неинтересная, типа не дотягивает. Слушайте, если сравнивать ее именно со второй половиной этого же фильма, ну, да, она похуже. Но если сравнивать ее с другими отечественными фильмами, то она даже вот сама по себе первая половина прекрасная. Я уж молчу про вторую. Она просто нереальный шедевр. Вот запуск ракеты в космос, и ты улетаешь в космос просто вместе с этими персонажами. Этот фильм, он действительно шикарен. Многие там говорят, наш ответ гравитации. Слушайте, гравитация там рядом не стояла, просто рядом нет гравитации, даже близко. Гравитации я смог посмотреть, ну, где-то полчаса, может, 35 минут, все, она больше мне не хватила. Это, ну, нам не показывают там никаких астронавтов. Это, ну, не знаю, студенты, троечники на летней практике. Да, это страшный кошмар руководства НАСА. Представьте себе просто, что у них такие астронавты будут. Вот, это невозможно. Никто никогда не отправил бы вот этих людей в космос, которых нам в гравитации показывают. Здесь ты смотришь, и ты действительно понимаешь, действительно веришь, что это настоящие космонавты, настоящие герои-покорители космоса. Те, кто действительно достоин осваивать космическое пространство. Ты смотришь это кино, и ты понимаешь, что вот прошлую ночь ты не спал, прорабатывал систему питания плазменного ракетного двигателя. Ты это делал не зря, но того стоит. Что ты это делаешь вот ради них, ради вот таких людей. Это действительно повод для гордости. Как сам подвиг космонавтов, так и сам фильм о них. Это действительно шикарно. Это то, на что нужно сходить. И, ну, вот я вышел из кинотеатра, поднял глаза к небу и увидел вот это. То есть, просто вот небеса, по-моему, прям говорили, что это фильм шикарный, его нужно поддержать. Пожалуйста, сходите на него. У нас, к сожалению, снимают так много всякой дряни, уже всякая вера в отечественных кинематограф пропала. И выходит вот этот шедевр, и пустой зал. Сходите на него, пускай он соберет кассу. Давайте покажем продюсерам, что вот это то, что нужно снимать. То, на что действительно стоит тратить деньги. У него бюджет 400 миллионов российских рублей. Российских рублей, не долларов. А даже картинка там на уровне американских блокбастеров с бюджетами в десятки, а то и сотни миллионов долларов. Ну, без шуток. То есть, да, где-то есть какие-то огрехи, графики, где-то можно заметить, что это компьютер. Но такое случается и в блокбастере за сотню миллионов долларов. А здесь они сняли за 400 миллионов рублей этот шедевр. И все на таком уровне. И игра актеров, и графика, и сценарий, и режиссура. Все прекрасно. Это надо сходить и поддержать. Пожалуйста, сделайте это.